Книга «Открытым оком», 24-й том, тема канонизации, вопрос 3606. Относительно канонизации есть ли какие-то определенные правила, которые всегда нужно исполнять, чтобы попасть в списки действительно святых? Неоднократно читала, что народное сознание задолго до канонизации уже прославило домнушку или кого-то другого, а уж потом стали собирать и классифицировать чудеса от мощей. Но народ разве всегда безошибочен в своих привязанностях к местночтимым усопшим? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Канонизация не может не привести к самочинной канонизации, которая ничем не хуже официальной, но какую уже будут называть ложной. Кавычки открыты. Многие имеют твердую убежденность в необходимости признания святости таких персонажей, как Иосиф Сталин, Иван Грозный, Григорий Распутин, Игорь Тальков. Иногда дело выглядит совсем нешуточно и доходит до экзотики, малоприемлемой даже как сумасбродство. Так глава московской секты, самозваный епископ Амбросий Готфский, недавно прославил в кавычках блаженного Адольфа Гитлера. Кавычки закрыты. На Южном Урале распространяется культ умершего 15 лет назад мальчика. Глава Челябинска, Златоустовская епархия, митрополит Ио, бьет тревогу. Прямая речь. В регионе распространяется почитание лжесвятого отрока Вячеслава. Речь идет об умершем, который стал героем нескольких книг, популярен в православной среде и на могилу которого съезжаются паломники со всей России. Культ приобрел такой размах, что митрополит создал комиссию по расследованию обстоятельств его появления. 19 ноября после завершения работы комиссии обратился к архиереям с письмом, в котором попросил разъяснить духовенству имерянам недопустимость поклонения лже-святому. По мнению экспертов, феномен святого Славика, в кавкалычках, свидетельствует о катастрофическом уровне религиозного сознания россиян. Слава Крашенинников, 11-летний мальчик из города Чебаркуль, Челябинской области, страдал тяжелым заболеванием крови. Сейчас над его могилой сооружена усыпальница, заваленная иконами, в том числе самого Славы. Сюда съезжаются паломники со всей страны, читаются молитвы, поются сложенные в честь его акафисты, камешки, насыпанные возле могилы, раздаются приезжим за пожертвования. Считается, что эти камешки целебны и умеют размножаться. Целебны также, по мнению паломников, земля и снег рядом с могилой, причем особо рьяные, втирают их кожу, как мазь, книги, а мальчики активно раскупаются в церковных лавках. И при этом некоторые из них, как утверждает газета, изданы по благословению духовенства, кавычки закрыты. Лампада, номер 12, декабрь 2007 года, страница первая. В 22 книгах открытым оком 635 раз и в книге к истинному православию 14 раз говорю о вредности и ненужности, о соблазне канонизации, что она не евангельское устроение дела, и многие ли услышали. И даже если сейчас во всех епархиях будут самочинно по сто умерших в один день канонизировать в течение столет, то и тогда официально считающие себя истинными канонизаторами, а не ложными. Что якобы все ими канонизированные святые, а не лжесвятые, то и тогда от своей профессии толкачей в рай не отстанут. Это абсолютно невозможно им сделать, ибо Библия у них никакого места не занимает. 1 Коринфянам 4.5 Посему не судите никак преждевремени, пока не придет Господь, который осветит скрыто во мраке и обнаружит сердечное намерение. И тогда каждому будет похвала от Бога. Экклесиас 3.21 Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, а дух животных сходит ли вниз в землю. У одного крестьянина служа собака с лошадью считаться как-то стали. Вот, говорит барбос, большая госпожа, по мне хоть бы тебя совсем с двора просогнали. Велика вещь возить или пахать, об удальстве твоем другого не слыхать, и можно ж ли тебе равняться в чем со мною? «Ни днем, ни ночью я не ведаю покою, днем стада под моим надзором на лугу, а ночью дом я стерегу». «Конечно», — лошадь отвечала, — «твоя правдива речь. Однако ж, когда б я б не пахала, то нечего б тебе бы здесь было истеречь». Крылов, 1830 год